Молодой и очень перспективный рефери Станислав Новицкий будет обслуживать в качестве уже рефери этого поединка и начнет работу первым во Всемирной Лиге Ахмат. Турнир под номером 43, город Грозный. Долгожданное бойцовское событие, Максим. А как мы его ждали, наверное, известно только нам. Действительно, мы попытаемся передать все эти эмоции, все это предвкушение, потому что действительно карт был составлен очень давно. Бойцы готовы, подготовлены. И вот первый раунд стартового поединка в тяжелом весе. Хусейн Адамов начинает с левого джеба. Жестко попал первым и проваливает дважды после Родриго Гуэлки. Еще раз справа добавляет Хусейн Адамов. Конечно, ждем от Гуэлки многого, учитывая то, что он говорил, то, о чем мы с вами говорили, Максим. Действительно, этот разговор уже посечен нос. Пожалуйста, пошел вперед бразильский файтер. Хусейн – это настоящий такой естественный тяж, который бьет очень тяжело, при том, что является базовым борцом и грэпплером. Ну и не спешит Хусейн бороться. Все три его поединка завершились в первых раундах приемами. Здесь решил немного отработать в стойке, потому что именно в этом аспекте Хусейн готовился. Готовился, да. И хочет прибавлять день это дня, потому что здесь есть огромный пласт еще отсутствия знаний Хусейна Адамова. И он будет, я уверен, прибавлять именно в этих показателях. Кстати, правый апперкод дважды. С дистанцией. И второй был очень тяжелый, точно. Еще раз, да, очень тяжелый удар у Хусейна Адамова. Видим, буквально разбивает его. Природный тяж, природный тяж Хусейна, и поэтому он, конечно, обладает потенциалом действительно нокаутера. Главное его обучить правильно ударной технике. Пока еще вот мы видим, и он многие делает не технично, без ног, но зато может любому дать фору в партере. И, как мы знаем, вот те самые его победы досрочные. Кстати, здесь уже разбито лицо в пух и прах от Хусейна Адамова, потому что слишком много попаданий он осуществляет. Да, посмотрите, и джеб, и правый прямой, и правый апперкод. Буквально на выбор разбивает своего соперника Хусейна Адамова. Максим, действительно, видимо, есть именно план на бой у Хусейна Адамова от работы стройки. Через левую на правую он сейчас осуществляет работу. Причем, что мне нравится Хусейне Адамове, он начал сразу же бой с очень жестких ударов левого джеба. Высокий тяж должен обладать этим оружием. Ну и сейчас мы видели правый миддл кик по туловищу тоже точно от Хусейна Адамова. Ну и, конечно, Хосе Родриго Гуелки даже не думает об атаках. Он плотно закрыт, в глухой обороне находится. Вот правый навстречу, правый через руку не помешал бы ему, наверное, но не до этого. Да, но сейчас уже Хусейн даже вызывает его, опять же, на такой плотный бой, чтобы он показал руку и зовет его как раз в ударную дистанцию. Но сам же его держит на дальней и с левого джеба разбивает. Продолжает это делать Адамов и при этом с правой дополняет точно так же. Ну и, конечно, серьезно. Целит правый апперкот. Приступает в габаритах Гуелки своему визави. Вот сейчас попытался огрызнуться Хосе Родриго, но не точно. Очень слабая попытка. Заряжает дважды повторно. Хусейн Адамов правый сбоку заряжает. И вот Новицкий сейчас рефери в этом поединке останавливает бой для того, чтобы, я так понимаю, пригласить представителей медицинской бригады. И уже изучить здоровье, ну и в том числе урон тот самый, который понес на себе Хосе Родриго Гуелки. А мы видим, какое тяжелейшее рассечение. И мы видим, как Александр Емельяненко, бывший соперник Хосе Родриго Гуелки, советует Хусейну Адамову, как... Посмотрите, тяжелейшее рассечение просто на буквально некоторую часть даже лоб разделен. Вы посмотрите, какая тяжелая травма. И мы видим, не просто Александр Емельяненко советует Хусейну Адамову, он еще и болеет как за своего товарища. Потому что я знаю, что они очень немало времени с Хусейном Адамовым провели в качестве спарринг-партнеров на сборах. Вот как раз-таки именно в развитии ударной техники у Хусейна Адамова есть как раз услуга Александра Емельяненко. В том числе этот потенциал помогает реализовать Александра Емельяненко. Потому что мы знаем, что Александр как раз и славится быстрыми ударами с рук. Это как раз и спарринги, как вы уже говорили, Максим. Ну и отдельно именно со своим молодым другом работал Александр Емельяненко и подсказывал ему азы именно в данной технике. Смотрите, сейчас вот в замедленном повторе мы увидим, какую тяжелейшую травму заполучил Хусейна Родриго Гуелки, на себя приняв огромное количество ударов. Доктор рекомендовал рефери остановить поединок. Доктор рекомендовал рефери остановить поединок. Таким образом, техническим нокаутом победу одержал Эмельяненко. По-тактикульному нокауту оставаясь непобежденным Хусей Пену. Хусей не только остается непобежденным, но и он продолжает свою вот эту серию в первых раундах завершать свои поединки и финишировать своих соперников. Только впервые было это сделано техническим нокаутом и остановкой боя рефери. Продолжение следует...